Часы Обнаружение Субъект появился именно там, где пропал, пока ел в кафетерии зоны, через доли секунды. Субъект не осознавал, что перемещался, пока ему об этом не сообщил агент, с которым он разговаривал. Описание Неизвестно Продолжительность перемещений была менее 100 миллисекунд. Так как это случилось, когда SCP-507 моргал, субъект не смог визуально зафиксировать вселенную, куда попал. Запросов нет. Обнаружение Субъект появился в комнате отдыха персонала, постоянно бормоча фразы, похоже, что связанные с неким стиральным порошком. Субъект пришел в себя через 5 минут, однако продолжил говорить в основном о несуществующем продукте. Реальность – дефис, очищающий стиральный порошок. На протяжении 30 минут Субъект проговаривал в том числе и дефис в названии. Описание Субъект появился среди пустого шоссе и немедленно перешел к обочине, начав двигаться по ней в сторону города вдали. По прибытию субъект заметил, что на улице мало пешеходов, однако вокруг работают разные электронные устройства. Наиболее примечательные из них – это ретро-телевизоры, расставленные около тротуаров и дорог. Все пешеходы, находившиеся на улице, сидели или лежали, смотря телевизоры. Субъект сел напротив одного из телевизоров и увидел рекламу реальности, очищающей стиральный порошок. Указанная реклама использовала многохристианского символизма. Субъект переместился обратно через 53 минуты. Он не мог вспомнить какие-то другие передачи, кроме этой рекламы. Запросы Множество запросов реальности очищающего стирального порошка. Многие исследователи предположили, что субъекту нужно пройти тренировку на когнитивные угрозы с целью сохранить свое ментальное здоровье. Запрос ожидает одобрения Совета О5. Обнаружение Субъект появился без сознания во временно пустующей камере содержания, в высоко засекреченной части зоны. Однако, амнезяки не потребовались, так как эффекты, воздействующие на тело субъекта, продолжались несколько часов. Описание Субъект появился в коридоре крупного государственного учреждения, несколько похожего на зону фонда, но с более слабой системой безопасности. Разнообразные аномалии, например, овощные роботы и лев в тоге, были замечены во время обхода здания. Они дружески общались с охраной и учеными. Субъекту была выдана мягкая шерстяная роба, сразу как он был замечен персоналом. Все встреченные люди были любезны и открыты. Один из них высказал разочарованность, когда субъект попытался завершить диалог после двух часов общения. Попытки покинуть комплекс оказались бесплодными. Выхода или хотя бы карты найти не удалось. На вопрос о существовании реальности вне комплекса персонал ответить не смог. Общий размер местности остался неизвестен. Субъект смог пройти по одному коридору 51 километр, прежде чем бросил эту затею и уснул в кафетерии. Еда в кафетерии состояла по большей части из мяса, но в остальном была обычной. После трех дней из колонки в каждой комнате начал доноситься высокочастотный пищащий звук. После чего весь персонал и мобильные аномалии начали спокойно двигаться по основному коридору. По пути они обсуждали некое действие под названием хлопанье в неясном, спиритуалистическом контексте. После того, как один из охранников споткнулся и перестал идти, субъекту было сказано отвернуться. Вместо этого он спросил, что значит хлопанье. Услышав это гуманоид с сегментированными ногами, торчащими из дырок в лице, спросил, как этот человек может быть незнаком с хлопаньем, прежде чем использовать свои торчащие ноги для создания неизвестного кинезиоглифа, который приводил к параличу, потере слуха, зрения и обоняния. Субъект пытался помешать гуманоиду, но споткнулся и упал на холодную каменистую поверхность, не связанную с полом учреждения, появившуюся за секунду до этого. Субъект провел оставшиеся 10 дней смещения, пытаясь ходить, спать, плакать и поедать запасы пищи. Несмотря на невозможность видеть и слышать, он сообщил, что слышал своими руками, птицеобразное существо, медленно приближающееся к нему издалека, а затем приземлившееся на его голову. Оно вздохнуло и продолжило двигаться в противоположном направлении. Полученные предметы. Одна шерстяная роба. Тесты показали, что она самостоятельно очищается и не горит. После тестов была оставлена без присмотра, в результате чего была заменена, либо превратилась в 5 мл спермы домашней овцы. И большое черное перо с неизвестной генетикой. Запросы. Немедленная встреча с местным терапевтом. Предоставлено. Обнаружение. Без происшествий. Описание. Субъект появился в цепи тоннелей, наполненных животными семейства машинах, чешуйчатых и арахнит, покрытых картонными предметами в виде коробок или трубок. Через 10 минут появилось несколько гуманоидов, покрытых картоном, на вид похожих на детей в возрасте от 6 до 12 лет. Они повторяли, я не хочу играть, я туннельный монстр, помоги мне, и другие похожие фразы. Субъект переместился обратно в учреждение фонда, когда существа начали карабкаться на него. После того, как субъект описал внешность увиденных монстров, было замечено, что они похожи на SCP-3663. Затем зона 54 вышла на связь, и директор зоны заявил, что SCP-3663 все еще находится в их тоннелях. После этой встречи считается, что существуют образцы SCP-3663, которые еще не поставлены на содержание. Полученные предметы. Животные семейства машинах в картонных предметах. Запросы. Клетка для животных семейства машинах. Предоставлена. Обнаружение. Без происшествий. Описание. Субъект переместился во время сна, но быстро проснулся из-за очень теплого окружения. Температура оценивается примерно в 40-45 градусов. Местность была подземным тоннелем с высокой влажностью и черной плесенью, покрывавшей все поверхности. После примерно 50 метров путешествия по тоннелю и резкого правого поворота, субъект вошел в большую полусферическую пещеру с озером в 200 метров в диаметре, содержащую оливковое дерево, тянущееся наверх к темной расщелине на неизвестное расстояние. В центре находился истощенный гуманоид, напоминающий SCP-3048. В тот же момент субъект заметил, что вся вода в реальности ТНТ-Люс IC-9 становится очень прочным льдом, когда входит в контакт с теплом его тела и не тает при отдалении. Дальнейшая инспекция обстоятельств открыла, что гуманоид примерз к озеру по талию, примерно в трех метрах от веток дерева. Через 15 минут гуманоид проснулся, заметил субъект и начал громко петь на неизвестном диалекте итальянского и показывать жесты в сторону воды и дерева. Субъект предпринял попытку освободить его, затем испугался, что также попадет в ловушку озера и вернулся к тоннелю. Проходив примерно 300 метров, он оказался в изначальной пещере. В то же время гуманоид пытался разбить лед собственным черепом несколько секунд, затем снова обнаружив субъекта, поспешно указал жестом на дерево. Через небольшой промежуток времени оленьеобразная сущность не менее 4 метров в высоту начала спуск с непросматриваемой верхней части дерева. Она помочилась на голову гуманоида и вернулась на исходную позицию. Субъект провел оставшиеся 8 часов перемещения, поедая провизию, прохаживаясь туда-сюда, или во сне в дальней части пещеры. Крики гуманоида он игнорировал. Полученные предметы. Образцы, отмеченные выше черной плесени. Исследование показало близкое родство с грибком аспегрилл. Примерно 200 миллилитров аномальной воды. Химический анализ показал отсутствие отличия от обычной воды. Однако тесты с другими аномалиями раскрыли сходство с... Удалено. Запросы. Материалы для чтения, чтобы убивать время. Предоставлено. Обнаружение. Субъект появился в 5 километрах от зоны и оставался в местном спортзале, пока не прибыли оперативники содержания. Описание. Субъект материализовался чуть выше 1 метра над землей и упал в грязь. Вывихнув лодыжку, он заявил, что был на дне огромного кратера. После пары часов карабканья, субъект смог выбраться из кратера и обнаружил, что находится в мире, где, похоже, остановилось время. Он увидел полностью неподвижных людей и животных. Он видел птиц в небе, зависших посреди полета, и солнце, стоявшее в одной точке, в течение его четырехдневного перемещения в эту реальность. Он нашел работающий смартфон и обнаружил, что дата на нем была 07.02.2034. Субъект исследовал местный город. Там он увидел здание высотой в 100 метров с логотипом в виде буквы В и словом Вангвард, выложенным большими зелеными буквами над входом. Внутри он обнаружил множество индивидов, соответствующих сотрудникам фонда. Запросов нет. Обнаружение посредством следящего устройства. Субъект был найден пытающимся вернуться к зоне, что вызвало у него некоторые трудности. Поначалу было предположено, что он пьян, но в ходе интервью было определено, что субъект пострадал в результате длительного нахождения в нестационарной среде. Описание. Субъект прибыл в населенную область, испытывающую то, что было описано как землетрясение не меньше 7 баллов. Несмотря на это, субъект отметил отсутствие повреждений инфраструктуры. Местные жители удивились в ответ на вопросы субъекта по поводу необычной тектонической активности. Через 30 минут субъект был арестован силами правопорядка с подозрением на то, что он находится в состоянии опьянения, так как не может стоять прямо. В полицейском участке субъект узнал, что текущий уровень тектонической активности считается нормой. Почти все сооружения построены с учетом этого. Они имеют систему гироскопов и шарниров, позволяющих нивелировать движение. Субъект был выпущен после прохождения тестов на опьянение, не имея возможности связаться с местным аналогом фонда, а также не обладая средствами для приобретения жилья. Он поселился в лагере для бездомных в местном парке, где несколько дней страдал от постоянного движения. На 47-й день перемещения субъект разбудили посреди ночи. Несмотря на невозможность определить нарушителя своего спокойствия, а также чувство тошноты и головокружения, субъект быстро обнаружил, что привычная тряска полностью прекратилась. В результате этого начались крики, включились сирены, вдали раздался звук взрыва и обрушения. По выходу из тента субъект обнаружил, что на местности началось землестояние магнитудой 3 сто тысячных, что разрушило большую часть города. Без тектонической активности, выступающей противовесом массивные рычаги и подвесы, разрывали сами себя изнутри, разрушая здания, закрепленные на них, раздавливая и обездвиживая тысячи жителей внутри себя. Субъект потратил оставшиеся 9 дней, работая в качестве волонтера и откапывая пострадавших из руин. Запросов нет. Обнаружение без происшествий Описание Субъект прибыл в измерение, где цикл дня и ночи инвертирован. Он обнаружил, что к этому сложно привыкнуть. Для этого нужно дня два. Других необычных явлений замечено не было, пока субъект не встретил небольшую деревню, населенную чем-то, что было похоже на человеческих детей. Дети были в диапазоне возрастов от 3 лет до примерно 10. Они были в состоянии постоянной паники. Дети пытались избегать субъекта и визжали от ужаса, если он на них смотрел. Субъект, тем не менее, прошел до центра деревни, где встретил пустую игровую площадку с каруселью посередине. При приближении к карусели появился ребенок, носивший черный свитер с балахоном, и начал наблюдать за субъектом. Субъект подошел к нему ближе, а тот в ответ попятился назад, все еще смотря на субъекта через дырки для глаз в своем балахоне. Субъект последовал за ребенком и таким образом дошел до края деревни. В итоге ребенок стоял напротив темного дверного прохода, с дверью без видимой ручки. Затем он прошел через дверь, и та закрылась сразу за ним. Субъект хотел приложить ухо к двери, но обнаружил, что она слишком холодная для этого. Запросов нет. Обнаружение. Посредством следящего устройства. Субъект был найден на дне крупного каньона, в состоянии истощения и обезвоживания. Описание. Субъект прибыл в другое измерение, где осмотрел свое тело, и не нашел изменений. Субъект также не увидел каких-то изменений, когда ел свой паек, однако сообщил, что он был размягший и безвкусный. Затем он заметил увеличение чувства голода после еды, ввиду чего съел еще несколько пайков, но голод не пропал. Чувство голода только нарастало в течение недели. Субъект отказался от еды и питья за два дня до обратного перемещения. Запросы. Плотный обед. Предоставлено после того, как субъект восстановился от истощения. Обнаружение. Без происшествий. Описание. Субъект прибыл в населенную область на Среднем Западе США. Там на домах всюду были рождественские украшения, несмотря на то, что календарь показывал начало сентября. В ходе расследования субъект установил, что наиболее популярный зимний праздник тут празднуется круглый год. Во время своего нахождения в этом месте субъект видел по большей части только рождественские карнавалы и иные праздничные мероприятия. Вероятно, это связано с тем, что местное население было очень религиозным. Субъект обратил внимание, что это изменение мало сказывается на повседневной жизни, однако существенно изменяет культуру. Так, большая часть песен посвящена праздникам. Наиболее популярные песни про Рождество. А люди используют праздничные вариации словесных оборотов. Например, Мы упакуем этого подарка, когда доберемся до него. И Ты можешь дать оленю красный нос, но клоуном он не станет. Ближе к месяцу декабрю субъект заметил, что люди начали готовиться к зимним каникулам, убирая праздничные украшения и сворачивая развлекательные мероприятия. Субъект обратил внимание, что в это время радио перестало играть праздничную музыку. Вместо нее оно работало так, как и ожидаешь в обычной реальности. Примерно на третий месяц пребывания в этой реальности субъект заметил, что за ним следит два человека. Субъект заявил, что один из них похож на агента. Это сотрудник в гражданском, который же помогал субъекту с возвращением. После инцидента 3.0-3.0-3.0 Преследование длилось 10 минут, после чего прямо за субъектом появились красные и зеленые фургоны с надписью «Снежные ценные подарки». Субъект переместился обратно, когда из фургонов вышло множество вооруженных людей. Запросы Убрать все связанные с праздником украшения в учреждении, находившиеся там, так как субъект вернулся в декабре. Отказано Обнаружение Субъект и приглашенный следователь А. ИИК из зоны 48 были найдены в коридоре зоны 19 в хорошей физической форме. Описание Смещение произошло, когда субъект находился в падении, после того, как подскользнулся на остатках SCP, когда проходил мимо его камеры содержания. ИИК, который все еще не знал о сути протоколов содержания, таких как запрет на физический контакт в течение двух недель после предыдущего перемещения, попытался поймать субъекта в падении и также переместился. Двое появились в подземных руинах неопределенного происхождения. После объяснения ситуации и последствий предыдущего подобного инцидента, смотри дополнение 507.00 основного файла, ИИК осознал, что ему нужно сохранять постоянный физический контакт с субъектом с этого момента. Затем они начали делать подробные записи наблюдений о физическом состоянии, надписях, планировках и местных артефактах. Получилось собрать ценные сведения, например, о потенциальном смысле. Удалено Вдвоем они занимались всем этим в течение 13 часов, пока не произошло обратное перемещение, что явно порадовало субъекта и, напротив, разочаровало ИИКа. Запросы Мобильное устройство с играми для скрашивания долгих периодов бездействия. Отклонено Потенциальные проблемы с необязательными электронными устройствами в непредсказуемых средах представляются нежелательными. Коробка с Лего Отклонено Слишком громоздко в сравнении с другими одобренными предметами. Кубик Рубика Предоставлена миниатюрная версия размером с брелок. Обнаружение Субъект появился в женской душевой на первом этаже зоны 19. Младший приглашенный следователь Ка, который впоследствии нокаутировал субъекта, посчитал, что тот занимается подглядыванием. Описание Субъект появился на аллее и сразу обнаружил, что все цвета заменены на оттенки белого, черного и серого. В дополнение субъект обнаружил, что звуки производятся только его речью. Удары по объектам, щелканье пальцем и другие подобные активности звуков не производят. Субъект покинул аллею и вышел на городскую улицу, наполненную людьми. Все были одеты как мимо и общались на неизвестной форме из-за кожеств. Некоторые из них проявляли аномальные свойства. Делая вид, что едут на велосипеде или управляют машиной, они левитировали в воздухе и проносились на большой скорости над дорогой. Субъект попытался спросить у прохожих, где он находится, но все присутствующие начинали дрожать от звука его голоса и зажимали уши ладонями. Те же, кто делал вид, что едет на велосипеде или машине, падали на землю. Некоторые получали ранения из-за большой скорости, но не кричали от ран. После того, как тряска утихла, субъект заметил, что все смотрят на него с явным ужасом. Субъект вскоре был закован в наручнике и задержан индивидами, носившими наушники. Его рот был закрыт липкой лентой, а сам он отведен на третий этаж ближайшего здания. Один индивид попытался общаться жестами с субъектом, но сдался и показал субъект рукописный текст, в котором было написано, что субъект был аномальной сущностью, способный генерировать звуки выше целого децибела. И команда специалистов из убежища аномальной безопасности скоро будет тут, чтобы забрать его в учреждение, которое подойдет для него на все обозримое будущее. Субъект потратил последующий час, пытаясь выучить язык жестов с нуля. Копируя жесты окружающих, он вернулся из этого измерения, сразу как появилось несколько человек в наушниках, чтобы забрать субъекта вместо аналога SCP. Запросы. Обучение языку жестов. Предоставлено.